Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму молодые кабачки по очень вкусному рецепту. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Берем 2 килограмма кабачков, обрезаем у них хвостики, а затем нарезаем кружочками толщиной около сантиметра. Складываем все кабачки в миску, добавляем 50 миллилитров подсолнечного масла без запаха и хорошо перемешиваем. Дальше разогреваем сухую сковороду и обжариваем на сильном огне поочередно все кабачки. Доводить их до готовности не нужно, достаточно, чтобы с обеих сторон появилась золотистая корочка. Жареные кружочки кабачков складываем в миску и даем немного остыть. В это время нарезаем перьями 300 граммов лука. Помещаем его в какую-то емкость, добавляем 15 граммов соли и хорошо мнем руками до выделения сока. 35 граммов чеснока мелко рубим ножом. Теперь еще теплые кабачки перекладываем лук, добавляем туда 30 граммов приправы для шашлыка, измельченный чеснок, 30 граммов сахара, 3 грамма черного молотого перца, 50 миллилитров 9 процентного уксуса и хорошо перемешиваем. Затем накрываем кабачки тарелкой подходящего диаметра. Сверху устанавливаем груз. У меня двухлитровая банка с водой и отправляем в холодильник не меньше, чем на 7 часов. Спустя указанное время достаем наши кабачки из холодильника, даем им прогреться до комнатной температуры примерно около часа, а дальше раскладываем кабачки по стерильным банкам. При этом хорошо их уплотняем. Как стерилизовать банки и крышки можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Из указанного количества продуктов у меня получилось 4 полулитровые баночки. Выделившийся сок распределяем равномерно по всем банкам. Прикрываем их крышками. Устанавливаем в застеленную полотенцем кастрюлю. Заливаем по плечике водой комнатной температуры и отправляем на умеренный огонь. С момента закипания воды в кастрюле стерилизуем кабачки ровно 15 минут. Дальше достаем банки из воды, закатываем их, переворачиваем, укутываем и оставляем в таком состоянии до полного остывания. Вот и все. Очень вкусные кабачки на зиму готовы. Хранить их можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.